День в истории Дорогие друзья, пока у нас есть небольшая пауза, Настя пошла встречать гостя. Подписывайтесь на наши странички в Facebook, Instagram и YouTube. Следите за нами там и давайте с вами дружить. Доброе утро! С днем рождения! Дякую! Проходите, проходите. Идет именинник, идет! Идет! Идем! 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 Доброе утро, пожалуйста! Знаешь, как она сказала, вот туда к мальчику. Вот туда к мальчику? Ну, если это девочка, пусть бросьте в меня память. Что такое? Доброго ранга! С днем рождения еще раз! Дякую! Класс! Очень приятно, что у нас вы его отмечаете. Ну, утро, во всяком случае, начинаете у нас. Спасибо, что пришли. Какие планы на этот день? Концерт. Концерт. Да? В день рождения свой? Ну, это традиция. Концерт на сегодняшний день народжения. Такая себе обязательная компания собирается. Зрителей-то в этом году не так будет много, как обычно? А я никогда не поревняю. Тобто, ну, есть люди, которые пришли с нами провести этот день. Где это будет? Место Днепро. А большой зал? Великий. Не расскажите, чего пропускаем эту тему. В этом году 43, правильно? Так. Это же страшный кризис среднего возраста. А уже прошел. Как он проходил? Все, что ты ценовал до этого, все исчезает. А новое ничего не появляется. И вот всю прерву все несется. Пока старое исчезло, новое не появилось. Ну, было весело. Что из самого важного исчезло из ценностей? Я, амбиции, эго. А пришло? Кажут, у человека два життя. И второе начинается, когда ты понимаешь, что оно одно. Запорожье. Запорожь сталь. Так. На этом рабочем месте. Я. Сен-Мир заехал. О чем-то? Мечтал или казалось все? Нет. Я просто... Я пытался просто быть. Быть. Я пытался быть. Обязательно. Наспевал. Писал. Знайомился. Ездил в Киев. И пытался сидеть на двоих стельцах. Быть успешным и на заводе, и поза его мезом. Сколько в итоге лет вы там проработали? 10 лет. Какую музыку тогда слушали? Мы слушали рок-музыку. Правильно? Хеви-метал. И туда мы? Конечно. А что, мы 300 лет знакомы. Больше крови на струнах. Слава. Только мы не знаем о тебе. Хорошо. Кто еще подстригся? Это он нам показывал. Итак. Город Запорожье. Очень русскоязычный город. Вообще много у меня есть знакомых. Впервые встречаю украиноговорящего человека. Индустриальное место. Я пока каву и выпью. Конечно. Так. Вы еще и поете на украинском языке всегда. Это такой-то осознание. Мы наимая вынеска. Ее вынеска. Я пью дорогие напитки спиртные. Серьезно нарушил устал. И без перестану латаются раны. Вот их полоскать я устал. Из долей цинизма. Сквозь юморопризму. Кремлю как пустой. Украинский язык. Это прям осознанный выбор. Что для вас петь на украинском языке? Что это такое? Просто петь на украинском языке. Ну почему именно украинский язык, если понятно, что все-таки родной и... Я не знаю, воно так сталося. Я не контролюю цей процесс. Просто само собой. Я так пишу. Я так бачу. Это все вплив Александра Положинского. Я с ним познайомился еще на фестивале «Прилумный сезон». И я уже тогда начинал писать украинский. И... И... Найшла красава на камень. Он в этом отношении. Найшла красава на камень. Он сказал «Привет, я Сашко». И так познайомился. И началась наша история с ним. Он все стерпил. Он знал, что я пишу какие-то предрукованные песни для Comedy Club. А я ему всегда сказал «Саня, ну почему эти все философские серьезные песни с непонятным аранжеванием, когда я просто беру гитару, спеваю какой-то бред. И за это платят деньги». Пахнет наволочка снегом. Пахнет снегом простыня. Пахнет в спальне льдом. Полметровые сосульки. В коридоре гололед. Гребаный Газпром. Снег на кухне ляжет. И неплохо даже. То, что в доме не наточены коньки. Коронавирус. Эту тему нельзя обойти. Это же после карантина. Это первый концерт, получается. Как раз день рождения. Правильно? Да. Ну, так скажу. Были? Да мы назовем концерты. Подпольные концерты. Да. Вот карантин, он изменил всю ситуацию. Не все люди прямо так панично отреагировали на эту историю. Угу. Тобто в такое помещение мы могли бы приехать бендом. Ну, тут бы мы поместились. Там гости. Мы просто приезжаем в какой-то частный дом, где никто никого не видит, не знает. Воно даже в локдаун отбывалось. Помимо день рожденческого сегодняшнего концерта. Так. Есть какие-то еще грандиозные планы? 30 листопада. Это нам выполняется 10 лет. Палац Украина. 30 листопада. Такий наш святковый ювилейный концерт. Мы презентуем новый альбом. И, конечно, будем спевать песни обовязковые до выполнения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скільки я вже не встил. Взял просто і впустил. Себе шукали за груз в палаті. Ніби лишив на потім. Рыбки очей твої. Як же ж забути їх. Слаблива по смешкам в статусі подружка. Так, Арсен, вы принимали участие в шоу «Маск». Так. Расскажите нам, пожалуйста, поподробнее о закулисной жизни. Давайте. Тяжело ли в этих «Масках» работать? Расскажи в подробицях, как я брал участь. По-перше, я не знал половину учасників. По шоу-бизнесу я міг лише впізнавати, це, що мені вдавалось, впізнавати гравців по директорах. Тобто, там, ти особисто знаєш якогось менеджера, артиста. Як би він не маскувався, ти його, типа, бачиш. Там, декого можна було впізнати по екстеринеру, як кажуть, по анатомії, якийсь там… Вам понравилось? Мені дуже. Мені дуже. Дуже цікаво шоу. Хватилось більше свободи. Ну, більше прям творчої свободи. Як би більше часу попрацювати з музичними продюсерами. Тобто, пообговорювати саме з музичними продюсерами, а не з тими, хто створюють рейтинги. Коротше, в будь-якому разі ми всі граємо за… і знову ж по правилам. Ми вдягнули на себе той костюм дракона. 26 кілограмів всяких лад, яких… Я просто так в перші дні я питав, а чому мені? Я розумію, що костюм дуже крутий, але я в ньому не можу нічого робити. Я перші ефіри задихався в ньому. Я помню все и все забыл, каким я стал, каким я был. Так мало слов, так много пены. Я не іщу скалпет твой взгляд, а пламенеющий закат. Актори таки знімають себе всі вдома. А кто в итоге там победил? Злата Огневич. Солнце. Словно солнце в мире не було до нас. Ну ладно, проїхали. Пойдемте. Добре. Пока, рыба. Все, я пішов. Дякую. Вам дякую. Все. Доброго дня. Дякую. Все, я пішов. Счастливо. Дякую.